1881 год, создается клуб, там, оказывается, Владимир Ильич Ульянов Ленин там играл и ходил в этот клуб шахматный. Вот к чему могут привезти шахматы, дорогие друзья. А почему потерян сейчас интерес к шахматам? Карпов приезжает к нам, аудитория, значит, у него автограф-сессия длится полтора часа. Что это? Это больше искусство, творчество или спорт? Шахматы очень хорошо развивают память, соответственно, интеллект, тайм-менеджмент. Меня всегда интересовало, почему шахматы разделяются по гендерному признаку? Это абсолютно не ограничить женщин ни в чем. Плюс здесь в чем, что в шахматах женщина, играя в женских соревнованиях, она может еще играть и с мужчинами. Как себя шахматисты, и в том числе республики, чувствуют вот в том санкционном вакууме, который пытаются создать, так скажем, страны Объединенного Запада? Что случилось, то есть. Мы в этих условиях существуем. Значит, участвуем и еще и побеждаем. Рустам Аратович, здравствуйте. Здравствуйте. А вы сами часто в шахматы играете? Конечно, мне и как директору приходится и управлять этим процессом, и играть. Играю где-то раз в неделю, наверное, значит, вот. Но вы же не гроссмейстер. Нет, конечно, у нас многие не гроссмейстеры. Вы руководитель спортивной школы. Да. А играете с кем? С теми, кто послабже или посильнее? Ой, знаете, приходится играть с разными людьми. Значит, и в большей степени почему-то со мной хотят играть именно мои друзья, довольно-таки близкие. Значит, ах, вот ты директор, ну-ка, давай-ка мы с тобой сейчас поиграем. Значит, и как бы неудобно друзьям проигрывать иногда бывает. Значит, ты что, как ты должен тренироваться, заниматься же. Я говорю, ну, конечно, в меру сил, сколько могу, занимаюсь. А с другой стороны, мне самому интересно играть как раз-таки с гроссмейстерами. И с чемпионом мира мне приходилось играть даже с Артемиевым Владом. Кто победил, кстати? Конечно, он. Рустам Гарифулин, директор Республиканской спортивной школы по шахматам, шашкам и ГО имени Нежмеддинова. Вице-президент Федерации шахмат Республики Татарстан. Родился в городе Сухуми Абхазской АССР. Закончил Камский политехнический институт по специальности экономика и управления машиностроений. И Казанский государственный университет имени Ульянова Ленина по специальности юриспруденция. Работал в исполнительных органах муниципальной и государственной власти. Татарстана. Женат воспитывает двоих дочерей. Вот говорят, шахматы развивают интеллект, способствуют улучшению нейронных связей в мозге, образное мышление улучшают. Это так? Конечно, вы все правильно сказали. Это так, значит, развивает шахматы также логику, потому что надо, значит, рассуждать, размышлять, куда ты пойдешь, что делать. Тактику, значит, что ты сейчас будешь делать, стратегию, что ты должен сделать на дальнейшую перспективу. Шахматы очень хорошо развивают память, соответственно, интеллект. Тайм-менеджмент. Ты должен в ограниченный промежуток времени решить определенные свои задачи. Значит, умение выигрывать. То есть ты когда проиграл, нельзя на лаврах долго подчивать, потому что это пойдет тебе во вред. Умение проигрывать еще больше, потому что если ты проиграл, это повод не расстраиваться, а повод для того, чтобы собраться, именно еще раз научиться именно в тех, какие места у тебя слабые, и дальше играть. Ну, это интеллектуальная игра. Конечно. А вот очень много споров всегда ходило, да и до сих пор ходит. Что это? Это больше искусство, творчество или спорт? Это и искусство, и творчество. Это еще и плюс спорт, это еще и психология, значит, это еще и культура. Тут есть все и понемножку. А почему отнесли к спорту шахматы? Ну, 1999 год официально, значит, МОК признал шахматы официальным видом спорта. Спорт, потому что есть два игрока, есть команды, есть соревновательный момент, есть процесс, есть игра, есть победитель, есть проигравший, есть награждение. В 1999? Да, да. Но ведь мы за шахматными турнирами, как за спортивным событием следили гораздо раньше. Они тогда не были, значит, официальным видом спорта, а с 1999 года, значит, МОК официально признал. А почему тогда шахмат нету в олимпийских видах спорта, в Олимпиаде? Ой, это отдельная история. Она, скорее всего, связана с тем, что, во-первых, очень много президентов федерации шахматных международных лоббировали и пытались сделать так, чтобы шахматы были олимпийским видом спорта. Ну, получается, не у всех это получилось. Даже вот следующая летняя олимпиада будет в Париже, значит, во Франции в 2024 году. И даже вот Олимпийский комитет Франции лоббировал на то, чтобы у них во Франции в Париже в 2024 году шахматы были включены в программу олимпийских игр. А что мешает? Ну, у них тоже не получилось. Но мешает один из критериев, которые говорят, это якобы отсутствие зрелищности. Но мы-то с вами помним, насколько шахматы были популярны. И, наверное, если бы в то время, в 80-е годы прошлого века замеряли рейтинги, то шахматные турниры, где играли, ну, вспомним только вот на моей памяти этот знаменательный, знаменитый просто этот турнир. Гарри Каспарова и Анатолия Карпова, которые притягивал, ну, все же включали телевизор, все сидели и смотрели, внимательно следили. Хотя, действительно, ну, что там интересного? Нажимают на часы, делают ход, нажимают на часы, делают ход. Ну вот, а почему потерян сейчас интерес к шахматам? Интерес, по моему мнению, не потерян. Значит, рассуждаем примерно, может быть, так. Да, Советский Союз в то время, значит, и шахматы, и другие виды спорта. Это просто эксклюзивные события. И не было того информационного шума событий интернета и всего того, что сейчас сваливается на голову людей и молодежи. Соответственно, значит, если прошел турнир чемпионата мира по шахматам, это обсуждалось год, может быть, да, там полгода, все, как это, что это, как было интересно. Чемпионат мира сейчас прошел, значит, играл, я не помню, Лиджен, значит, ну, актуально это в прессе было неделю, у шахматистов актуально это было месяц, и все. Следующие события, следующие события, следующие, как и шахматные, так и другие, они просто накладываются, значит. И поэтому, якобы, что шахматы или другие виды спорта не популярны, я думаю, что нет. Предположим, положить ребеночку, значит, ребенку на стол один, черно-белый лист бумаги, как и шахматная доска, и положить сотню других картинок или комиксов. Естественно, он заинтересуется всеми, и потом к этому листочку вернется попозже. Индик, ну что вы говорите, вот я же помню, мы же знали все их имена наизусть, Алёхин, Карпов, Каспаров и много-много-много других, вот просто вылетело из головы, специально записал даже. Смыслов, Таль, все есть. Да, бесконечное количество этих фамилий, и знали мы их наизусть, а сейчас, я думаю, что если спросить любого, даже и не ребенка, а взрослого человека, кто является чемпионом мира по шахматам, далеко не каждый скажет. Да, не скажет, именно, еще раз говорю, из-за большого, наверное, объема информации, а с другой стороны, все чемпионы мира, они популярны, их знают до сих пор. Я не вижу такого, что это популярно, что это непопулярно. Еще другой могу пример привести по наполняемости наших групп. Примерно, что в школе 45 лет, так вот представьте, 45 лет, значит, как приходило ровно столько детей, родители к нам приводило на шахматы, столько ровно и приходит. Они не мешаются, не прибавляются. То есть вы хотите сказать, что интерес к шахматам не теряется? Нет, конечно, интерес есть, значит, не теряется. Особенно, кстати, такие есть интересные всплески. Это фильм про Карпова «Чемпион мира». Фильм прошел, все, бум популярности, к нам все записываются прямо среди сезона, можно к вам прийти, шахматы в шахматных магазинах раскупаются, мне директора магазина звонят, что случилось такое, у меня все вымели шахматы, я говорю, фильм вышел. А до этого фильм был «Ход королевы», значит, тоже самый сериал, на Netflix вышел, тоже самое, значит, бум популярности к нам приходит. То есть, в принципе, это, наверное, даже в большей степени зависит от вас, как говорили четвертые власти, от прессы, о чем говорят, туда люди и идут. Сейчас многие обсуждают и психологи, и педагоги интеллектуальный уровень нашей молодежи. Вот если посмотреть его в динамике, вы можете сказать, в шахматы сейчас они играют лучше, чем предыдущее поколение или хуже? Вы знаете, нельзя сказать лучше, хуже. Я читал одно исследование, значит, о том, что у молодежи современной почему-то стало уменьшаться стратегическое видение, стратегическое мышление. Так вот, шахматы, как раз-таки, они и развивают этот навык, этот талант, значит, да, как стратегия. Раз, а про интеллектуальные способности я бы даже сказал наоборот, значит, что они повышаются, наверное, потому что шахматы, как и все другие виды спорта, стали молодеть. Карпов в 8 лет стал заниматься шахматами, стал чемпионом мира, а сейчас в 8 лет уже просто, это ты должен быть минимум как кандидат мастера спорта. Тот же самый Сергей Корякин в 12 лет уже был грасмейстером, значит, международным, и в 19 лет этот статус держал, что он самый молодой грасмейстер. Спорт молодеет, люди, дети у нас приходят, шахматы занимаются с 5 лет, то есть у них уже интеллектуальные способности и интерес к шахматам уже в этом возрасте уже есть. То есть шахматы нужно отдавать, вы рекомендуете с 5 лет? Да, да, с 4, даже можно дома тихонечко, как бы, как показывать доску, там, с 2-3-4 лет приобщать к этому, показывать фигуры, значит, заинтересовывать, а потом уже 4-5 лет уже можно уже какие-то задачки, партии и все остальное. Вот меня всегда интересовало, почему шахматы разделяются по гендерному признаку? Ну, понятно, то есть, ну, девушка не сможет поднять столько весу, например, в штанге, да, сколько сможет мужчина, но в данном-то случае в шахматах поднимать приходится только фигурки, а в принципе это же может сделать любой человек, а почему все-таки приходится делать турниры между женщинами и между мужчинами? А это приходится делать не только в шахматах, это по всем, по многим видам спорта это было разделение, это раз, наверное, такой интересный тезис есть, где-то с 1881 года, когда шахматы стали на международном уровне, значит, развиваться, играть, 80 лет после этого женщин не было в шахматах, представляете, 80 лет до 1927 года, они потом появляются в международных соревнованиях и начинают играть наравне с мужчинами. То есть вы считаете, что им еще необходимо 80 лет, чтобы дойти в развитии в шахматах думающих? Некоторые авторы, да, и об этом тоже говорят, но просто представьте времена гусар, времена Пушкина, Лермонтова, как они писали о женщинах, что они писали, какие слова там, значит, да, и вот как он должен с этой женщиной играть, то есть, естественно, гусар или кто-то играет с женщиной, просто ей обязаны проиграть, да, уже как говорится. Но потом, когда началась вот эта эмансипация, феминизм, естественно, все это началось, но это абсолютно не ограничивает женщин ни в чем. Плюс здесь в чем, что в шахматах женщина может, играя в женских соревнованиях, она может еще и играть и с мужчинами, а вот мужчина в женских соревнованиях не может играть. Они хотят не только в рамках формата с женщинами играть, они хотят еще и попробовать себя в игре с мужчинами, и получается, что им и дали это право, и они им с удовольствием пользуются. Они прекрасно пользуются, но почему до сих пор они не могут наравне играть с мужчинами? Вот мне интересно. Здесь много исследований было, мнения такого определенного нет. Почему не могут? Это, наверное, мало кто может ответить. Но вот некоторые авторы говорят, что, в принципе, наверное, как один из вариантов, мужчина это у них больше, как они сами отмечают, присутствует усидчивость, более стресса, эмоциональная устойчивость какая-то. Поэтому, видимо, какие-то, может быть, эти факторы помогают больше мужчинам больше находиться в шахматах. Когда мы говорим о большом спорте, то раньше всегда считалось, что спорт вне политики. Сейчас, когда говоришь «спорт», то уже подразумевается политика однозначно. Как себя шахматисты, и в том числе республики, чувствуют вот в том санкционном вагоне, вакууме, которые пытаются создать, так скажем, страны Объединенного Запада. Да, значит, в последнее, конечно, время трудности у всех спортсменов, в том числе у шахматистов, возникали, это и пандемия. Понятно, понятно, это вот это санкционная какая-то история. В пандемию мы не выезжали. В санкционной истории тоже пытаются как бы ограничивать по участию российских спортсменов в шахматах. Но плюс в чем, что для детей, слава богу, на детей это не касается. Значит, пока наши дети спортшколы участвуют и в чемпионатах Европы, и в чемпионатах мира, вот даже в Батуми были недавно игры, с удовольствием встречают, принимают. По взрослым спортсменам, естественно, их рекомендуют им участвовать под нейтральным флагом. И, значит, что еще хуже, командам просто запретили играть. Потому что Россия, она, в принципе, славилась своими командными шахматами. А запретила это? Кто запретила играть? Фиде и МОК. Фиде? Фиде и МОК. Фиде запретила? Ну, в большей степени, видимо, насколько я понимаю эту ситуацию, настоялся, скорее всего, МОК. Что случилось, то есть. Мы в этих условиях существуем, значит, участвуем и еще и побеждаем. А с кем мы побеждаем, с кем играем? А вот дети у нас допускаются, Европу, на мир. То есть побеждают пока наши дети? Россия всегда в шахматном виде славилась в мире. Безусловно. И у нас, я думаю, количество чемпионов мира одно из самых больших на территории Советского Союза. Но сейчас, изучив опыт России, это Китай просто активно работает, Индия. А почему вы утратили позиции, на ваш взгляд, как вы думаете? Почему последний чемпион мира, да и предпоследний тоже, это не российские спортсмены? Вы знаете, я думаю, не то, что мы утратили. Я думаю, что другие страны их просто усилили. То есть там, в то время, когда на это вообще не обращалось внимания, то есть, понятно, если Китай за что-то взялся, то есть он берется по всем виду спорта, значит, он тянет своих спортсменов на мировое лидерство. И получается, что вот эти страны сейчас реально составляют нам хорошую жесткую конкуренцию. Я вот посмотрел информацию, и оказалось, что сейчас шахматисты лидируют по смене спортивного гражданства, шахматисты России. Их большее количество перешло в другие страны. Почему так происходит? Есть, наверное, много факторов, и шахматисты, и другие виды спорта. Значит, я могу предположить, что пандемия и остальной период, когда спортсмены не могли принимать участие где-то в международных соревнованиях, раз момент, второй момент, шахматисты из России всегда пользуются популярностью естественных, значит, их с открытыми объятиями везде ждут, создают какие-то условия, видимо, преференции, значит, и, соответственно, им какие-то, в общем, дают такие истории, на что они соглашаются. Ну, естественно, шахматист смотрит, находясь в России, что он получает, находясь там в другой стране. Может быть, да, возможно, некоторые переезжали. Значит, но, насколько я знаю, даже те, кто переехал, они абсолютно не теряют связь, контакты с Россией, потому что, я так понимаю, у них огромная база по их ученикам, то есть любой шахматист уже со временем преподает, и, соответственно, они также обучают в онлайн-формате спортсменов из России, находясь, может быть, в других условиях. Теперь давайте поговорим о татарстанской шахматной школе. Первый клуб здесь появился еще в позапрошлом. Да, 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 1881 год, по-моему. То есть это огромная история, в принципе, у школы шахматной татарстана. А почему так мало известных спортсменов из татарстана в шахматах? Я бы не сказал, что мало спортсменов. 1881 год создается клуб, не школа. Значит, и, как интересно, Казань – спортивная столица. Он, видимо, и в тот период был тоже очень спортивным городом, потому что это был третий клуб в Российской империи. И вот, получается, в клубе там тогда занимается 294 человека. Губернатор был почетный член клуба. Значит, что интересно, я даже историю читал и табличку видел. Там, оказывается, Владимир Ильич Ульянов Ленин там играл и ходил в этот клуб шахматный. Вот к чему могут привести шахматы, дорогие друзья. Да, потом, соответственно, все это движение было. В советский период оно все усилилось, получается. И вот 45 лет, как создана наша республиканская спортивная школа. Вот смотрите, Владислав Артемьев – наша звезда. Да. Но родился-то и в шахматы научился играть не в Казани. Ну, он оказался в Казани. Значит, в Казани созданы прекраснейшие условия. Ему понравился город. Значит, сам по себе инфраструктура, люди. Он здесь женился. Значит, он нашел здесь жену. У него родились здесь дети. А, ну тогда теперь все, вопрос снимается, конечно. Еще он учится, он студент с нашей спортивного университета. Поэтому все, он уже, да, как бы здесь, естественно. То есть, Казани создавал условия, естественно, приехал хорошо. И не только Артемьев у нас, в принципе, даже в детскую спортшколу. В год по два-три спортсмена переводятся из других регионов. Даже из Москвы. На сегодняшний день какая самая сильная школа в России? Когда мы общались с Карповым, он сказал, что наша спортшкола, значит, где-то делит второе-третье место после Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбург. Вот так где-то второе-третье место по статусу, по значимости. Рустам Маратович, какие перспективы у шахмата в ближайшие годы? Перспективы, они всегда есть и будут. Мы идем к 50-летию нашей спортивной школы. Значит, мы сейчас до этого размышляли о переезде. Слава Богу, руководством города и республики при поддержке их. Мы остаемся на месте. Нас сейчас капитально ремонтируют. Это обновит полностью нашу всю работу, значит, здание. Это будет очень здорово. Значит, здесь одна из идей таких интересных. Рядом с нами находился сквер. Вот памятник Вахитова, если представить. Между памятником Вахитова и нашей школы. Мы находимся от этого памятника в 100 метрах. А есть сквер, который мы сейчас выйдем с инициативой. Надеемся, что нас поддержат, может быть. Сделать этот сквер шахматистов. И хотим там установить памятник. Памятник тренеру, который играет с ребенком. Мы предполагаем, что этот тренер будет образ Нижмединова, чьим именем названа наша школа. А спортсмен это будет Карпов. Потому что Карпов, когда приезжал, он мне рассказал такую историю, что, оказывается, Нижмединов, Рашид Гебятович, спортсмен-шахматист из Татарстана, был тренером у Карпова в течение где-то года-двух, когда Карпов был членом сборной детской РСФСР. И Нижмедин выезжал в Москву и их там обучал. То есть такой интересный факт был, о чем он рассказал Карпов. И вот мы думаем, что вот эта такая композиция, когда Нижмеддинов с Карповым играет в шахматы, и с маленьким, надеюсь, что оно приукрасит нашу общественную жизнь. Это одна из идей, над чем мы сейчас занимаемся. А, кстати, а в вашей школе есть свободные места? Если вот сейчас наши зрители решат привезти ребенка в школу по шахматам, там готовы его принять? Конечно, не то что есть. Мы с удовольствием всех ждем с августа месяца. Значит, с удовольствием приезжайте, звоните, записывайтесь. А вот футболисты и хоккеисты, знаете, почему все ведут своих детей? Знаете? Ну догадываетесь же, наверное. Потому что у них зарплаты большие. Все думают, вот сейчас вырастим футболиста-звезду или хоккеиста-звезду. И он обеспечит и маму, и папу, и дядю, и тетю, и дедушку, и бабушку. А шахматисты могут похвастаться такими доходами? Да, шахматы тоже в этом плане очень интересны, а ничем. А с пяти лет, занимаясь ребенок шахматом, уже к шести годам он участвует в соревнованиях, где есть у нас призовые. У нас на каждом соревновании, значит, мы в среднем, к примеру, участвует 100 человек, из них 30 получают денежные призы. От тысячи до 12 тысяч рублей. Представляете, когда мы шестилетнему ребенку вручаем конверт с 5 тысячами рублями. То есть это, ну, просто... Такие, кстати, не вручают никакие 5 тысяч рублей. То есть в этом есть плюс. Раз, вторая история. Буквально год-два, позанимавшись шахматами, ребенок, получив любой разряд, он на всю жизнь получает себе профессию. Он в любое время уже потом может вернуться к этому в 40-50-60 лет и обучать, чтобы прийти к нам, тренерам, даже в нашу школу. Ну, а с другой стороны, вот я просто думаю, как рассуждают родители. Понимаете, сейчас дети все время находятся у компьютера. Они без движения. И, конечно, родители, когда выбирают какую-то секцию спортивную, думают о том, чтобы как можно больше увлечь ребенка какими-то физическими нагрузками. А тут вроде как и дома все время за компьютером, и в школе за смартфоном или за книжкой. И приходишь, и опять за доской. Вы знаете, есть регламенты. Значит, ребенок должен заниматься в среднем где-то, ну, предположим, сейчас. И сейчас со 45 минут шахматами 15 минут должна быть двигательная активность. Поэтому мы рекомендуем, все, кто там записывается в шахматы, обязательно идите в хоккей, футбол, фигурное катание, любой активный подвижный вид спорта. И это так и есть. То есть одно другому не мешает? Нет. Но единственное, конечно, мы рекомендуем все-таки больше выделять времени шахматам, потому что иногда бывает, что ребенок проявляет талант в футболе вдруг резко, и как бы так в шахматы более-менее уходят, уходят. Говорят, нет, стоп, давайте назад. И у нас такая, в принципе, борьба есть. Но борьба у нас идет, в принципе, у шахматистов за другие сферы. Все наши шахматисты становятся хорошими математиками, физиками, программистами. И вот на этапе, где 10-12 лет, у нас начинается спорт со школой. Обычно образовательный. Нет, он наш шахматист, отдайте его нам. Школа говорит, нет, он у меня хороший физик, значит, отпустите его на Олимпиады. И вот такие моменты смешные у нас всегда происходят. Фрустам Аратович, ну я вас поздравляю с Международным Днем Шахмата. И, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был интеллектуально образован, эрудирован, чтобы получил профессию в 12 лет, смело ведите в шахматную школу, да? Все правильно, раз огромное спасибо. Не прогадаете. Все правильно, огромное спасибо. Я также поздравляю всех шахматистов, спортсменов, родителей, общественность, коллег с этим прекрасным Международным Праздником Днем Шахмата. И желаю удачи и успехов в этом поприще. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.